Приветствую всех, кто к нам присоединился. У нас сегодня пресс-конференция, посвященная пропаганде в Белоруссии. Напоминаю, что все наши пресс-конференции проходят с синхронным переводом на английский язык. Поэтому, если вам удобнее слушать наших спикеров по-английски, вы можете нажать такой глобус у себя в Zoom и выбрать там английскую дорожку. И наши спикеры сегодня — это Ольга Харламова, политолог, аналитик проекта MediaIQ. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Павлюк Быковский, медиаэксперт, аналитик проекта MediaIQ. Здравствуйте, Павлюк. Приветствую вас. Максим Стефанович, аналитик ежедневного мониторинга ГОСТ-ТВ в рамках проекта Sense Analytics в партнерстве с пресс-клад Беларусь и Сатио. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Да, напоминаю всем нашим журналистам, что свои вопросы вы можете писать в чат. Также вы можете в чате попросить слово. И если вы хотите кому-то из спикеров задать ваш вопрос лично, то мы с удовольствием вас включим, и вы сможете голосом спросить то, что вы хотите спросить. Ну и у нас были заявлены определенные вопросы в анонсе. Как изменилась ректорика государственных СМИ после выборов? Кто главные враги белорусов в пропаганде? Что изменилось с приходом на ТВ российского десанта? И как кремлевская пропаганда отрабатывает белорусскую повестку? Ну и я бы попросил наших сегодняшних спикеров начать с такого как бы вступительного слова. Давайте, Ольга, начнем с вас. Давайте начнем с меня. Буквально пару слов по тем вопросам, которые вы обозначили. Ну, во-первых, с появлением российского десанта. В Беларуси, на Беларусь, через госсми, гостелевидение стали транслироваться, в принципе, то российские нарративы. Вокруг враги, прежде всего, это Украина, это Польша, это Литва, это Соединенные Штаты, к которым у России, у российских СМИ, государственных СМИ особое отношение. Тут же стала транслироваться тезис, что белорусские события равно Украинский Майдан. Один из основных нарративов, невероятное желание Польши отхватить кусочек белорусской территории. И протестная активность, вообще деятельность оппозиции, она максимально способствует тому, чтобы Беларусь потеряла часть своей территории, а то и территорию целиком вместе с независимостью. Протестная активность влечет за собой революцию Майдан и, следовательно, социальные и экономические проблемы. Соединенные Штаты тоже не спят. В начале был заброшен тезис, который потом не получил большого развития, это религиозные конфликты, религиозные непонимания, и изначально даже планировалось забросить и такие межнациональные трения. В итоге два последних тезиса они не получили развития, не прошли. Но вот все, о чем я говорила ранее, и враги, и Майдан, и проблемы, которые провоцируются деятельностью оппозиции и протестующих, это то, что получило и получает до сих пор развитие. Ну и особое отношение к белорусским символам, к историческим, национальным символам, которое тоже возникло вместе с российским десантом. Ну и сейчас мы видим, что продолжает и развиваться, и обостряться, и идет к тому, что определенные белорусские национальные символы могут быть вплоть до принятия решения о их запрете, как о символике, которая является частью нацистской, и другой, не менее неприятной. Понятно. Спасибо. Павлюк, что вы можете добавить? Или может быть что-то еще? Ну, смотрите, то, что касается десанта российских пропагандистов, то, на мой взгляд, мы можем преувеличивать некоторое его значение, как самих по себе людей, которые стали акторами и стали работать в Беларуси, потому что их было и немного, и они были непродолжительное время, но в целом действительно произошло изменение белорусской пропагандистской машины, она синхронизировалась с российской во многом, и то, о чем говорила Ольга, эти тенденции действительно присутствуют. Но нужно отметить, что для того, что транслируют по белорусским телеканалам, по белорусским медиам, и то, что транслируют по российским медиам, оно направлено на разные аудитории, и оно несколько по-разному фонсируется. И в данном случае мы можем увидеть, что та большая любовь к Александру Лукашенко, которую транслировали кремлевские пропагандисты в августе, в сентябре поубаивалась, а сейчас она уже может отмечаться с некоторым холодом, потому что вдруг неожиданно Москва стала обращать внимание, что не во все может доверять Александру Лукашенко, и, возможно, он вводит ее за нос. Эти вещи не транслируются в основном на белорусскую аудиторию, для белорусской аудитории как бы ничего не изменилось, но все-таки та любовь и обожание, которые были в августе, они пропали. Важный момент то, что и российские медиа, и вслед за ними некоторые белорусские смотрят на происходящий политический кризис в Беларуси через призму опыта или стереотипов украинского Майдана. И даже есть использование терминологии и просто Майдан, и Беломайдан, и тому подобные вещи. Очень часто есть сравнение действий Александра Лукашенко и действий Виктора Януковича. И вот недавно я закончил мониторинг за сентябрь, в котором один из выводов – российские эксперты перестали бояться, что Лукашенко сбежит в Россию, как сбежал Янукович. И появились новые тезисы, которые касаются насколько обоснована была выдача кредита, надо ли прямо сейчас углублять союзную интеграцию. Но это направлено на российскую аудиторию, это российский дискурс. Для Беларуси скорее звучит то, что Россия и россияне поддерживают Александра Лукашенко. Это идет по федеральным медиам, которые контролируются Кремлем так или иначе. Либеральные медиа ситуацию подают несколько иначе, и некоторые белорусские медиа заимствуют нарратив оттуда, и мы можем увидеть, что интервью, например, РБК или Дождю, в котором прозвучит вопрос об отношении с Россией, он ориентирован на российскую аудиторию, но вместе с тем белорусские оппозиционеры выскажутся об отношениях с Россией, и для белорусской аудитории это будет уже звучать как-то иначе, немножко монтируется в белорусский контекст. И достаточно важно то, что перспектива, в которой видят развитие отношений Белоруссии и России, несколько отличается и на российских каналах, и на белорусских каналах. В Беларуси сейчас скорее речь идет о статусе КВО, что в российских каналах идет рассуждение, нужно ли углубление интеграции, нужно ли создание каких-то дневных паз российских на территории Белоруссии, и некоторые эксперты высказывают, что это нужно отложить до момента, пока не будет урегулирован кризис, а другие, наоборот, говорят, что сейчас как раз благоприятная ситуация для того, чтобы надавить на Минск, для того, чтобы эти вопросы продвинуть. Но все это вместе отчасти присутствует и для белорусской аудитории, потому что федеральные российские телеканалы, эти новостные ток-шоу, не сами по себе новости, в которых этого почти нет, а новостные ток-шоу Соловьева и Киселева показывают, и, в принципе, этот дискурс может быть заимствован и для Беларуси. Спасибо, Павлюк. Максим, насчет государственных ТВ-каналов белорусских, возможно, вы что-то можете сказать? Да, поскольку я веду мониторинг еще с июля, и, в общем-то, я как раз нередко сравниваю то, что было до выборов и то, что стало после выборов, то для начала я бы заметил, что, в принципе, конечно, базовая, формирующая мировоззрение структура телевещения, она осталась прежней. То есть, оппонирование пространства стабильности, пространства хаоса, пространства разрушения, которое вылечет за собой любые политические выступления или политические перемены и стабильности и созидания, это было и до выборов, в рамках, в частности, поезда к Лукашенко по регионам, освещения созидательной деятельности государства, это остается и сейчас. Грубой вопрос, что произошли ряд, скажем так, серьезных изменений в ходе информационной войны, которую ведет государственная ТВ. Если до 9 августа информационные атаки были точечными, они не носили направлено на антизападного характера, они могли быть обращены периодически и к России, когда это было необходимо, и в большей мере все-таки фокусировались на внутренних оппонентах власти, ну, я имею в виду, там, Виктора Бабарикова или Рецепкала, различные долгие сюжеты, разоблачающие их деятельность, то потом началась жесткая информационная кампания, которая носила, откровенно, антизападный, антипротестный, можно сказать, антимайданный характер, и начали выдвигаться различные объяснительные модели, которые должны были показать аудитории государственных каналов, собственно, причины происходящего. Хотя мы часто смотрим на потом государственного ТВ как нечто единое, на самом деле они регулярно предлагают новые объяснительные модели, которые похожи, конечно, но все-таки развивают тему. Ну, например, одно время была тема семи стадий Беломайдана. В течение недели она транслировалась довольно долго, потом ее, например, через какое-то время заменяет тема борьбы с фашизмом, борьбы там с белокрасно-белосимволикой, и Беломайдан куда-то пропадает на какое-то время, по крайней мере, он уже не оказывается в центре внимания. Затем, например, речь может идти об иностранной агрессии, вот когда Александр Лукашенко предварял документы, какие-то донесения, свидетельствующие об участии Польши либо других стран. И здесь уже, опять же, нет семи стадий, здесь уже некая новая модель. То есть постоянно появляются новые объяснительные модели, которые в целом встраиваются, тем не менее, в одну схему, в которой я бы выделил на данном этапе четыре уровня. Это геополитический уровень, международный уровень, в котором, собственно, идет речь постоянно о том, что протесты в Беларуси инспирированы извне, что это некий единый сценарий дестабилизации, что это работа на подрыв политической системы Беларуси и элемент единой цепи событий. Соответственно, полностью используется тогда внутреннее наполнение этих процессов. Нет нужды говорить о внутреннем наполнении, если есть столь глобальные причины происходящего. Естественно, геополитический уровень также воспроизводит типичные постсоветские конспирологические представления о страшном Западе. Недавно, например, НАТО сравнивалось в главном эфире со всадниками апокалипсиса. То есть подобное сравнение позволяет представить Беларусь как некий форпост, сражающийся с иностранной агрессией, ну и, соответственно, лишить протестов внутреннего содержания. Второй уровень — это историко-символический, он в последнее время действительно резко усилился, то есть это попытка обсудить не образ будущего, а образ прошлого, переместить дискуссию в более благоприятную для власти территорию, либо 40-е годы, либо 90-е годы. 90-е годы, собственно, образ хаоса, образ упадка постсоветского периода, 40-е годы борьба с фашизмом, борьба с коллаборационизмом. На этих территориях власть ощущает себя уверенно и поэтому активно использует данную риторику. Ну и, собственно, следующий уровень — это атака на структуры, на лидеров оппозиции, на Координационный совет, телеграм-каналы, заявления о том, что они манипулируют протестующими, ну и различные родоперациональные выпады в адрес, например, Тихановской, Латушка и так далее. И, наконец, маргинализация и стигматизация самих протестующих посредством постоянного воспроизводства сюжетов о том, что они связаны с преступлениями, с употреблением алкоголя, наркотиков и тому подобное. Таким образом формируется некая общая модель, она не очень устойчива, она довольно противоречива и изменчива в каком-то смысле, но ее вот это черно-белое ядро, то есть пространство хаоса, пространство стабильности, разного рода постоянные антитезы и противопоставления, они остаются и постоянно воспроизводятся. В этом плане государственная ТВ стабильная, она лишь каждый раз использует, иногда ситуативно, иногда в целях развития какого-то сюжета, новые формы донесения вот этих месяцев, скажем так. Спасибо. Ну, напоминаю нашим участникам, участникам нашей пресс-конференции, что ваши вопросы вы можете писать в групповой чат Zoom, там же вы можете попросить себе слово. Вот у нас есть один вопрос, я сейчас подожду его перевода на русский язык. Спасибо. Вопрос это ICELDS. Каковы эффективные способы борьбы с пропагандой, особенно если люди не говорят на других языках или не используют, или ограничены в использовании социальных сетей? Как противостоять крупным медиаканалам? Ольга, Павлюк, Максим. Ну, я бы, например, как раз исходил из того, о чем я говорил, то есть нужно выстраивать некую схему, нужно для начала понять, что хотят донести государственные, к примеру, каналы, и, исходя из этой схемы, идти по каждому ее элементу. Ну, например, начиная от разных конспирологических, геополитических схем, попытаться их развенчать в ходе беседы, аргументативной дискуссии, скажем, и вплоть до образа протестующих, если возможно, показать альтернативные какие-то кадры, альтернативные сведения, но я не считаю, что нужно сразу переходить, например, в трансляции альтернативных источников информации. Для начала нужно все-таки объяснить какие-то вещи, базовые вещи, и потом постепенно на примерах показывать людям, в чем, собственно, ошибки или в чем манипуляции со стороны телевидения, которые на них влияют. Я, может быть, к этому добавил бы такой момент. В принципе, на мой взгляд, вопрос достаточно абстрактен, поскольку проникновение интернета в Беларуси очень высокое. И если мы говорим о людях, которые не пользуются интернетом, то это люди чаще всего в возрасте, и у них другого канала коммуникаций, по которым к ним можно будет достучаться, может не оказаться, поскольку в последнее время возникли проблемы с распространением негосударственных изданий, которые могли бы быть авторитетными. Я говорю про Комсомольство правды в Беларуси, Народную волю, Свободные Новости Плюс. Это был возможный легальный канал, который люди из этой категории могли читать и для сравнения. Но вместе с тем, если эти люди не выписывают подобного рода СМИ, не пользуются социальными сетями, не пользуются интернетом, и только смотрят телевизор, то канал коммуникаций с ней получаются просто разговоры между людьми. И вот в этих разговорах как раз развенчание пропагандистских каких-то нарративов, каких-то конспирологических теорий довольно сложно, поскольку нельзя будет сказать, что вы можете узнать что-то дополнительно или подробно высказать свою позицию. Поэтому, наверное, это будет затруднено. Но с другой стороны, сам по себе возраст не является ограничителем, тут скорее является интерес, желание получить такого рода информацию, и люди, даже не имеющие доступа в интернет, задают вопросы и пытаются критически оценивать то, что им рассказывают, и это иногда работает. Поэтому вопрос в развитии критического мышления, медиаграмотности, но это не то, что решается быстро, это не то, что решается на парикадах. Мы, в принципе, можем увидеть два набора мифов, которые будут сосуществовать. Один будет направлен против власти, другой будет направлен за сохранение статус-кво или за эту власть. Но при этом обсуждение или какое-то развенчание этих мифов просто будет технически невозможно для некоторых категорий населения. Но с этим надо, наверное, будет как-то жить. Да, я тоже соглашусь с Паулюком. В каком плане? Получается, что если люди, ну, прежде всего, да, это люди в возрасте, либо это люди в населенных пунктах, где с интернетом, со связью, в принципе, проблема, не интересуются, не пользуются интернетом, остаются два источника, два таких классических, традиционных источника донесения информации. Это печатные СМИ, с которыми у нас в последнее время есть определенные проблемы. Ну, и я вижу возможность донесения, да, то есть надо создавать какие-то альтернативные, в принципе, не надо создавать, да, они есть, они отработаны за предыдущие десятилетия, альтернативные способы распространения печатных СМИ. И второй источник, вторая возможность донесения информации, даже не пользующиеся интернетом люди общаются со своими соседями, родственниками, знакомыми. Через них можно пытаться каким-то образом доходить до тех, кто не пользуется интернетом. Да, долго, да не очень эффективно, но других источников, других возможностей донесения информации, в принципе, я не вижу. Спасибо. Так, следующий вопрос. Добрый день. НАКОЛЬКИ ЭФЕКТЫВНА АНТЫБАН ТЫЗАХОДНЯ РИТОРЫКА БЕЛАРУСКИХ УЛАДАУ? НА КАГО СКЕРОВАНАЕ ГЭТАЯ РИТОРЫКА? НА БЕЛАРУСК КАЕ tengan ГРАВАЦТ interrupt. Ну, только НАКОЛЬКИ ЭФЕКТЫВНА АНТЫЗАХОДНЯ РИТОРЫКА БЕЛАРУСКИХ УЛАДАУ? И НА КАГО Я НА СКЕРОВАНАЕ? Ну, Калі кажаць Про эффективность этой риторики, но на самом речь, это пытание требует поделить на некольки пытания. Безумолно, эта риторика эффективна для пыльной частки населения, для пыльной частки аудитории. Перш за все, мы мусим зрозуметь, что сегодня грамадство, сегодня беларусы поделились навык не за тех, кто заисупраць, а за тех, кто отрымливая информацию с, умолна кажучи, праз БТ, и на тех, кто отрымливая информацию праз иншые крыницы, иншые сродки, ну альбо на упросту дельничая у полных мероприемствах и у полных активностях. И для тех, кто бачить падеи непосредна, безумолна, гэта риторика, яна не з'является, не просто эффективна, яны с гэтой риторикой не сутыкаются, яны не глядзяць БТ, и за гэтага яны упэлнены, что БТ не глядзяць и астатне. Не глядзяць ты, хто живуць у невеликих населенных пунктах, и для кого гэта самая умолная БТ, гэта хиба адзина крыница отрыммання информации. И безумолна, гэта риторика накеравана не тольки на беларусов, не тольки на тых, кто знаходзіцца на территории Беларуси. Гэта риторика, асабліва транслюемая праз росейскія СМІ, ў тымліку праз росейскія недзяржавныя СМІ, яна накераванная і на жахароў балых савецкіх країнаў. Перш заўсё Украіна, перш заўсё Молдова, ну і безумолна, што гэта сама Росія. Дзякуй. Можж бэс фитаральна два слова. Нам, для адказа на гэта пытання, варта бапірацца на саціалогію, і ці мяняюцца гэ палитычныя такі, ўось, піравагі ў Беларусав. Оось, не так давно, варда мацкі працтавыў ў даследування беларускай аналитычныя майстерні, і там былла пэвнае такае змена прыхільнасті да Росія, она панізілася, крышчку павалічылась прыхільнаць да індіграцца з Европейскім Саюцам. Гэта важна зазначыць, што не толькі уздзеяння Меды, хаця Меды так само уздзеянничая, тут працюць шэрак фактараў, і калі да гэтага палитычныя крызіса, мы маглі казаць пераважна пра тое, што был чыстый эксперимент адносаны да Беларусі, адносаны Беларусі да Расіі і да Европейскім Саюзе паказывалі нешта абстрактне, то зараз, калі мы бачым, што Кремлі падтрымаў Александра Лукашэнка падчас гэтых кризісных з'яваў, то людзі, які прышлі ў протест, ў прышыню адкрылі для сябе, што Кремлі можа падтрымліваць таго, хто ім не падабаецца, ў них пачаліся узнікаць апытані да таго, якая пазіція Кремля, з аднага бока, з другого боку, пачалі разважаць ўогуле, што значыць сяброцтва Беларусі з іншымі краінамі, як гэта можа развіваццаць, і людзі пачынаюць рэбіць адкрылці ўжы не такі абстрактныя, як можыць быць раней, а больш конкретныя, хто реальна падтрымлівае, як гэта реалізуюцца і гэтак далей. Але все гэта даволі інерційна, і таму трэба пасачыць зменай дінаміки, і калі верыць даследуванню Вардамацкага, то спачатку все літа ў Беларусі был рост парарасійських настрою, але потам ён зменіўся на яго падзенні. Таму, напэвна, все ж такі, сумма факторів пауплывала такім чынам. Але ўсё ж такі кароткага прамешку часу вельмі мала, і аднаго даследування мала для таго, каб храбіць вельмі такі далекі васновы на конд медаэфектаў, і на колькі эта прапаганда рэльна спарцавала на Беларуску аудиторі, што тышыцца російська аудиторі, то там даследування удаволі шмат, і ў прэнцэпі можна зазначыць, што зменілася гэмна і ступені ставлення да Беларусів ў Расіі, і гэта ставлення, ну, стала можы быць менш приязным ў нікім амут. Я б я шыць дадару, я шы б я дадав тое, што на мой погляд, там, тэ заходня рэторика, дзержан, гэта рэбачыня мае два такіх галовных напрамка і галовный мэты. Ну, па-перше, гэта узмасніць мэтывацію свайго еректорату, я маю на увазі ў тэм лікуй супрацовнікув силовы структур, таму што, калі вы змагаеціся з заходній нікай пагрозы, ці агрэсію, ваша мэтывація значно паалічываецца, чым калі вы просто супрацтаїці сваім ж грамадзянам. Трэба паказаць, што вы змагаеціся з людьми, якім я кіруе захад, якім я кіруе агрэсівны для Беларусі дзержав. Таму гэта, на мэй погляд, давалі удалай для дзержавного тэлі бачэння тактыка, і потэм ми бачым давалі радыкальныя жорскі паводзянны, і ў тым ліку, безумовна, дзякуючы ідеологічному выхаванню. А ідеологічне выхаванне гэта ідзяш тэбэ у першу чаргу. А другое, гэта працанна електорат Тихановска, електорат працівніков влады Бо-йон, так само мае вельмі розные падыходы, як ўжо азначал Павлюк, і ка ді, наприклад, асабліва датых прихильніков опозицій, новых прихильніков опозицій зертаюцца, тэлі бачэнні паказываець, што ні Тихановска, ніхто не з'являюцца наційнально ориентаванными поліцикамі, а працюць на Захад, на пэлну час протэстовусу, ну, теоретичных протэстовусу, мабыць, айны не долучаюцца до протэстуалі, айны мабыць підтримаць протэсты, гэта може працаваць, чалавек, наприклад, як інімая тірді пазіція па гэтых питаннях, і вось, калі он пабачачач, што опозиція працює на Захадній інтерэссі, мабыць гэта паміншаць підтримку. Гэта задача більш скаладанная, тому што ті, хто супраць у лады, айны не вельмі добра ставіцца дозважанного талі бачані, і не вельмі актывна яго глядзяць. Але усе ровно, гэта задача так само може реалізовуватися, і пелна колькість людей, мабыць зазвичай, не підтримують протэстами, навіть тому, що рішують, що гэта працює на не на Беларусі, а на някі інші інтерэссі. Дякую. Следуючий вопрос Екатерина Пьєрсон, Свободний університет. Можна ли сказати, що БТ способствують возникновению гражданського конфлікта в Беларусі? Наверно, відчасти це утвердження справедливе, поскольку є передачи, на котрих прямо использується язик вражди, прямо происходит дегуманізація політичних оппонентів, і підтримуються призови, які можна розглядатися як призови к насилию. Ну, в частности, це особливо заметно на телеканалі СТВ. На ОНТ в меншій степені, на Беларусі-1 в меншій степені. Але в цілому, якщо представити себе, що чоловік буде повністю доверяти тому набору свідків, які він бачить на цих каналах, і якщо це буде совпадати з його представлением о мироустройстві, то да, це може провоцірувати общеський конфлікт в значительно радикальній формі. Після, що вже утверджається як аксіома, що протестуючі проти власть Александру Лукашенку не є мирними, що вони проявляють насилие. Примери цього насилия не називаються, але дається зрозуміти, що об цьому всі знають. І з іншої сторони ми бачимо людей, яких допрашивають, які відповідаються за те, що вони применили насилие. І це може бути убедітельним для аудиторії, яка розділяє взгляду, що Александру Лукашенко законно є президентом Беларусі, і тільки якесь, якесь мільшінство це оспариває. Я б відмістював, що на перший взгляд може показатися, що «Госудастна ТВ» регулярно призовує к національному єдинству, к примирінню, к діалогу. І з цієї точки зрення, скажімо, його защітники можуть сказати, що наоборот, «Госудастна Слідина» не стремиться к конфлікту, або реагує на радикальність своїх опонентів. Але на практиці, конечно, це не так. І більше того, ці призови також работають на усилення конфлікта, поскольку, по сути, призывает, в противоположна Слідина призывається капитуляція. Тобто ви должны відказатися від своїй символіки, ви должны відказатися від своїх требовань, ви должны прекратити протесты, і тоді, можливо, ми допустимо вас, скажімо так, к тем или іним формам диалога, які ми, собственно, предложимо. Єстественно, поскольку на це вряд ли кто-то согласиться, і люди продовжують в тех или иных формах протесты, а «Госудастна Слідина» продовжує стигматизувати протестуючих, то вот эта пропасть между декларативними призывами к єдинству і примирению, і всім остальним потоком контента, який, в общем-то, крайне агресивен, недоброжелателен в відношенні весьма значительной частии общества, конечно, це углубляє цей конфлікт, і тому, коли ми видимо агресивні якісь висказування со стороны сторонників власти чи силовіков в відношенні протестуючих, вони практично полностью повторяють територію по-государственних каналів. Вони її услышали, вони її так чи інакше усвоїли, можливо, не тільки з госпільних каналів, а ще й провласних телеграм-каналів і других каких-то источників, але в целом вони впроизводять цю конфліктну схему в реальності. Я б ще добавила, що для углубління конфлікта, точніше для обозначення конфлікта господарственні СМІ с удовольствием использують економічні вопросы, економічні проблеми, сложності, які вони зв'язують з протестной активністю і з появлением людей не согласних, активно не согласних з той ситуацією, з властью. Це дуже, дуже добре роботає. у вас є проблеми, іх не було год назад, у вас год назад все було просто замечательно, проблеми є, тому, що в тому, що в тому, в останній часі появились люди, які створюють ці проблеми не стільки себе, скільки вам. Собі вони їх не створюють, вони там уехали, вони по яким-то причинам имеють можливість дистанціруватися від ситуації внутри, але для вас це активність, ці действи і таким образом ми видим углубління конфлікта і своєобразне такое расслоєння, даже не расслоєння, а конфронтация между различными групами. Спасибо. Так, так, есть такой целый ряд вопросов от Галлы Скалеревской из Детектор Медиа Украина. Первый вопрос. С чем, как по-вашему, связана очередная смена главного редактора комсомольской правды в Беларусі? То есть замена Коца на Трифилова? Павлю, Максим, Ольга, хотите ответить? Ну, смотрите, во-первых, это требование белорусского законодательства, поскольку закон на средствах массовой информации требует, чтобы главным редактором белорусского средства массовой информации был гражданин Беларуси. До этого два раза главным редактором назначались граждане России. Это достаточно значимый фактор, хотя, конечно, на него можно было закрывать глаза. Ну, и кроме прочего, для развития медиа важно сохранение внутри взаимопонимания, и я не исключаю, что издатель и управляющая компания комсомольской правды в Беларуси решили, что такое назначение будет компромиссным, и что если какие-то из предыдущих назначений воспринимали журналистами издания в штыки, то сейчас, возможно, это поможет снять болезненную ситуацию. Комсомольская правда это прежде всего коммерческая СМИ. и для собственника, для издателя падение доходов, падение тиражей это тоже один из таких маркеров, который дает возможность принимать, скажем, более популярные решения в плане назначения руководства. Спасибо. Есть ли внутреннее сопротивление в белорусских СМИ влиянию российской пропаганды? Ну, наверное, имеется в виду все же какие-то государственные СМИ, я предполагаю. Ну, на мой взгляд, речь идет не столько о сопротивлении, сколько об использовании российской пропаганды, ровно в тех мерах, в которых это необходимо белорусской власти и белорусскому государственному ТВ. То есть, с одной стороны, действительно, привлекается очень большое количество российских экспертов, например, комментаторов там, или российско-украинских комментаторов антимайданной направленности, демонстрируются фрагменты российских шоу, но это делается выборочно, это делается сугубо для донесения тех месяцев, которые необходимы. То есть, очевидно, что, например, если российская пропаганда начинает вещать какие-то темы, продвигать какие-то темы, которые не слишком одобряются белорусской властью, а, например, и Соловьев, и ряд других российских медийных персон далеко не всегда высказываются комплементарно к белорусской власти, то просто это будет проигнорировано. Поэтому сопротивление состоит в том, что просто пропаганда и российские инновативы используются в той мере, в которой это необходимо для белорусской страны. Белорусские СМИ всегда фильтровали в том или ином объеме, в той или иной мере российскую информацию, и сейчас эта тенденция сохранилась. – Спасибо. – Значит, про замену главного редактора «Комсомольской правды» в Беларуси. Означает ли это, что десант российских пропагандистов покидает Беларусь, и можно ли считать, что эти люди уже выполнили свою работу? – Ну, десант российских пропагандистов покинул Беларусь уже давно. Это совпало с тем, что в Беларуси отменили аккредитацию всем иностранным журналистам, и вот именно тогда уехали практически все. Вообще, речь идет о не очень большом десанте, это там буквально до десяти человек, ну, может быть, пятнадцать человек, это в основном технические специалисты. Если же говорить не о тех, кто вахтовым методом работает, а работает постоянно в Беларуси, то они и остались, но они и были до этого. Но если в качестве маркера использовать, например, публикации издания «Спутник Беларусь», то «Спутник Беларусь» в августе было изданием, которое было святее Папы Римского с точки зрения продвижения интересов Александра Лукашенко, а вот уже сейчас, сентябрь, октябрь, уже работает, как обычное пророссийское издание, в котором, может быть, найтись и какое-то и критическое слово для Александра Лукашенко. То есть, я не думаю, что нужно преувеличивать значение именно вот этого десанта. Это было важно как ложка к обеду, это было нужно для того, чтобы сорвать план забастовки или там само событие забастовки, и для этого были нужны технические специалисты, именно тогда. Но сейчас, в принципе, идет, с одной стороны, симбиоз, о котором мы постоянно говорим, российских нарративов, кремлевских нарративов и тех нарративов, которые продуцирует была русская пропагандистская система. Но для этого не обязательно вояжи или присутствие именно здесь российских журналистов. Да, я дополню, что это было даже не столько ложка к обеду, это было просто определенная демонстрация поддержки в различных областях, в различных направлениях, в том числе и в информационном. не столько было сделано и не столько было подкорректировано, сколько вокруг этого было создано информационного шума. И информационный шум, он как раз и сыграл вот эту вот основную роль, да, он и дал видимость того, чего на самом деле может быть и не было. Ну да, это была функция маркера показать, что Кремль на стороне Лукашенко, тем более, что до этого у нас были обмен информационными выпадами между Минском и Москвой. Мы не только обещаем военную поддержку, мы даем еще и информационную поддержку. И против России и Беларуси ведется общая информационная война, и мы противостоим этой информационной войне, сообща. То есть это просто демонстрация. Ну и надо заметить, что еще в июне и июле Александр Лукашенко высказывался подчас довольно критично относительно эффективности работы государственных СМИ. И для него события начала августа были их подтверждением, что государство не дорабатывает. Соответственно, приглашение российских специалистов было сигналом, среди прочего, государственным каналам, что вы должны усилить свою работу. И вот вам, скажем так, образ сына, который вам следует равняться, то есть более эффективного механизма информационного воздействия. И, собственно, в каком-то плане этот урок был усвоен, поскольку в дальнейшем значительно активизировались все формы идеологической работы на государственных каналах и разоблачительные сюжеты и так далее. Не обязательно, что это делают российские специалисты, далеко, скорее наоборот. Другой вопрос, что идет некое равнение, ориентация на уровень эффективности работы, которую демонстрируют российские каналы. Белорусское гос-ТВство хотело бы повторить это. Например, даже если мы смотрим на СТВ, на все их различные родорубрики, колумнистов, они, очевидно, ориентируются на более радикальные, более жесткие, они не столь характерны для белорусского ТВ стиль вещания, скажем так, которые мы уже очень давно не видели на белорусском ТВ, но часто видим на российском ТВ. Вопрос от Екатерины Пьерсон. Есть ли синхронизация освещения ковида между российскими средствами массовой информации и белорусским телевидением? У нас было полное несовпадение во время первой волны коронавирусной инфекции. Сейчас, я бы не сказал, что это синхронизация, скорее, Беларусь не стала занимать особенную позицию и стала освещать во многом похожим образом, как и в других странах, то, что происходит, связанное с ковидом. Но при этом в Беларуси больше говорят о помощи России с вакциной, чем в России рассказывают о том, что они собираются помочь Беларуси с вакциной. Такое вот некоторое несовпадение все-таки есть. И если в Беларуси говорят о том, что нужно бороться с ковидом, то чаще всего мы видим сюжет отдельно стоящий, в котором рассказывается, что нужно носить маску, принимать определенные меры, а следующий сюжет, в котором прямо опровергается это с участием первых лиц правящего режима, которые проводят совещания, встречаются с людьми без вот этих защитных мер. Поэтому это выглядит несколько непоследовательно. Но нужно отметить, что Владимир Путин точно так же непоследовательно, несмотря на то, что в России более глубоко продвижение масочного режима и чаще говорят о том, что вводят требования о том, что нужно носить еще и перчатки в транспорте и тому подобное, он появляется на публике, проводит мероприятие публичное без маски, и это в общем-то обмен похожими практиками и в Беларуси, и в России. И российские СМИ с удовольствием используют ковидную риторику для того, чтобы подчеркнуть совместность усилий Беларуси и России, властей Беларуси и России в борьбе с ковидом. То есть это еще дополнительная возможность продемонстрировать общность интересов, общность усилий и общность направленности действий. Спасибо. Есть вопрос для Максима. Звучит так. Как отличается пропаганда на различных белорусских государственных каналах? Ну, я бы сказал, что, конечно, первое отличие, которое сразу бросается в глаза, это стиль. То есть тот агрессивный стиль, причем не просто агрессивный, это своего рода, скажем, практически телеспектакли или телефилитоны, которые идут у Муковойщика, у Кустового, у Озаренко, у Юлия Артюх. То есть это определенная такая постановка, которую использует СТВ для того, чтобы в таком публицистическом стиле, агрессивном стиле атаковать своих оппонентов. И здесь, конечно, уже никакого ограничения в риторике нет и быть не может. Используются самые брутальные выражения, сравнения. Разумеется, например, на Беларусь-1 это уже меньше, хотя и там Мария Петрашко в рамках международного обозрения демонстрирует нечто подобное. Но все-таки Беларусь-1 сохраняет более классический стиль государственного СТВ. Ну и, наконец, ОНД стремится к, по крайней мере, некому подобию аналитичности, аналитичной подачи информации. Но если посмотреть глубже, не с точки зрения стиля, а с точки зрения содержания, хотя содержание в целом, безусловно, очень похоже, близко, но вот как раз стиль, например, СТВ обуславливает и более радикальные или, скажем, не свойственные для того же ОНД посылы, когда речь идет о таких конспирологических геополитических объяснениях, которые в эфире ОНД, допустим, не встретишь. Ну, например, СТВ будет рассказывать о духовной войне Запада, о чем-либо еще подобном, что явно не характерно, скажем, для какого-нибудь Игоря Тури или Юрия Гроерова. С другой стороны, уже в свою очередь на ОНД мы можем наблюдать склонность к софистическому такому стилю, а значит, и готовность в полемических целях принять некоторые аргументы оппонента. Ну, например, на ОНД Игорь Тул недавно признал, что в Беларуси абсолютная диктаторская власть Александра Лукашенко, но это было сделано для того, чтобы тут же сказать, что оппозиционные силы стремятся к обладанию именно этой власти. И если действующая власть использует ее во благо, то, значит, оппозиция будет использовать во зло. Но, то есть, мы видим, что границы постепенно расширяются по мере того, как политический кризис в Беларуси не получает своего разрешения, телеканалы все-таки начинают больше экспериментировать. Вот СТВ сейчас уже заявила о переходе к формату авторской журналистики, приглашению блогеров. Алексей Голиков из Бреста у него появилась своя, скажем так, рубрика на телеканале. Поэтому я не удивлюсь, если и дальше каждый канал будет использовать, скажем, свои некие сильные стороны. ОНД будет пытаться развивать такой элемент аналитики и даже легкого плюрализма мнений. СТВ уходить в дальнейшую апологетику строя, в том числе и посредством довольно брутальных театрально-постановочных форм. Ну, а Беларусь-1 сохраняет такую, скажем, каноническую линию строгой подачи материала. При этом она довольно агрессивная. Все равно, по сути, голос за кадром того же Андрея Кривошеева или любых других авторов может доносить вполне агрессивные конфликтогенные мессенджи и использовать те же самые термины с Беломайданом. Вот. Поэтому если сразу после выборов в августе разница между каналами была невелика и в момент идеологического накала, в принципе, каналы очень похожи и вещают в похожем даже стиле, то когда ситуация несколько нормализуется, ну, хотя бы отчасти, автономия каналов увеличивается и каждый из них начинает разрывать какую-то свою линию подачи материала. Спасибо. Ну, коллеги, я напоминаю, что у нас остается где-то 10 минут, поэтому если вы хотите задать еще какие-то вопросы нашим фикерам, то, пожалуйста, самое время. Вот. Но есть у нас еще вопросы. Вопрос Ольги про российские СМИ. есть ли различия между государственными и независимыми телеканалами в отношении Беларуси? Есть. Самое основное отличие, которое мгновенно бросается в глаза, это использование наименования Беларусь. Если негосударственные СМИ, прежде всего негосударственные телеканалы, просто подчеркивают, вот, подчеркивают Беларусь, то для государственных СМИ характерно наоборот, подчеркивание именование Беларусь. Ну, это так, это по... мелочь. Если говорить об основных отличиях, то на самом деле они транслируют одни и те же нарративы, основные нарративы, но они делают это по-разному. Ну, какие нарративы? Прежде всего Россия друг, Россия это страна, которая способствует разрешению кризиса. Запад, условный Запад, объединенный Запад, это враг, но государственные и негосударственные СМИ по-разному транслируют этот нарратив. Если государственные СМИ используют достаточно грубые методы манипуляции, откровенную ложь, передергивание фактов, выдергивание определенных цитат из контекста, то негосударственные СМИ, прежде всего дождь, делают это гораздо более тонко. Они создают определенную атмосферу, определенное впечатление и позволяют зрителю делать выводы самостоятельно. То есть используется манипулятивная риторика, если мы говорим, например, об отношениях Беларуси и России, то это часто используются такие термины, такие понятия, как братские народы, народы соседские, друзья, помощь, поддержка. И у зрителя создается впечатление, что присутствие России, оно очень благоприятно для сегодняшней ситуации в Беларуси. Государственные телеканалы эти выводы делают самостоятельно, делают агрессивно, присутствует невероятное количество повторов, очень часто используются контрасты. О контрастах мы, да, немножко говорили. Вот попытка власти стабилизировать ситуацию, с другой стороны, оппозиция, которая делает все возможное для того, чтобы эту ситуацию обострить. Ну и, опять-таки, да, при одних и тех же основных нарративах используются разные методики, потому что каждый из каналов работает на свою аудиторию, и не обязательно эта аудитория российская. Те же самые негосударственные каналы, они работают и на аудиторию вовне, на белорусов, на украинцев, на молдаван, в том числе. Спасибо. Вопрос от Галлы Скляревской из «Детектора медиа». Освещали ли на государственном телевидении Беларуси записи переговоров, которые выкладывал телеграм-канал «Нехта»? Если да, то как? Спасибо. Ну, я бы сказал, что к телеграм-каналу «Нехта» они обращаются постоянно, но только тогда, когда им это надо. Когда речь идет о переговорах, это разрушало тот нарратив и тот сюжет в целом, который они выстраивали, например, вокруг гибели Романа Бондаренко. Поэтому какого-либо обсуждения я там не видел. Было пару отсылок, если не ошибаюсь, у Евгения Кустового, когда были слиты записи с предположительно Натальей Эйсманом, то там паду реплик в защиту. Звучало, но очень, скажем так, мягко, туманно, то есть, чтобы зрители не пошли там искать эту запись. Поэтому, по большому счету, они старались игнорировать эту тему и сильно не обсуждать ее. Спасибо. Вопрос для Павлюка. Белорусская пропаганда стала агрессивнее, топорнее или она учится на лету? Какие ниши они проспали? Ну, для такого вывода у меня пока нет данных, чтобы сказать, она стала более агрессивна или менее агрессивна. Из того, что проспали. ну, во-первых, проспали каналы коммуникации. Довольно долго государственные медиа не могли прийти на YouTube так, чтобы восприниматься там своими. И только сейчас подпринимаются уже такие серьезные попытки там прописаться, но почувствовать себя своим на YouTube им довольно сложно. И возможно привлечение блогеров, которые разделяют их взгляды, лоялистов, сторонников правящего режима, им будет для этого полезным, но таких блогеров ну, не очень много на самом деле. Если брать видеоблогеров. если брать каналы коммуникации таких, как телевидение, прямую обращение к аудитории, то я, честно говоря, не знаю, кто, кроме тех, кто был вынужден, например, как Максим, смотрели до конца двух с половиной часовой новостной выпуск передач итогов дня, поскольку ну, это выходит за все рамки разумного. И очевидно, что аудитории было сложно дожить до конца такого выпуска. А значит, такая работа была скорее бюрократией для галочки, для того, чтобы решить какие-то проблемы, может быть, с получением гонораров, а не для того, чтобы убедить кого-то в чем-то. Но при этом есть передачи, в которых убеждение было возможно. Это, в первую очередь, я могу отметить на телеканале ОНТ, где периодически возникает попытка дискуссии, и там иногда бывают разные точки зрения. Я не могу сказать, что действительно деметральные точки зрения присутствуют. Я не могу сказать, что там есть баланс мнений, но впечатление о том, что баланс мнений якобы существует, они могут создавать. и присутствие там одного человека, который отмечен маркером оппозиционности, легализует с одной стороны, а с другой стороны показывает, легализует саму дискуссию, и с другой стороны показывает, что, собственно, никаких аргументов у представителей оппозиции нет, поскольку, смотрите, ведь большинство в студии выступает на какой-то другой позиции, и это может отчасти работать. Что же касается, в частности, газет, это достаточно значимый канал по стоимости производства, потому что нужно печатать, распространять, и прочее, и, естественно, есть аудитория, которая читает газеты, но вот в газетных публикациях я, честно говоря, не вижу особенно убедительных каких-то вещей, но есть вещи, которые раздражают, спровоцируют оппонентов правящего режима, в первую очередь, я говорю о колонке муководщика, я не думаю, что он в кого-то в чем-то убеждает, но то, что он заставляет поговорить о себе, о выдвинутых тезисах, это, да, это работает. Спасибо. Так, ну давайте, наверное, последний вопрос тогда от Дмитрия Каренко. Телеканал ДОЖ транслирует антизападную риторику при освещении протестов в Беларуси, правильно ли я понял? Нет. Телеканал ДОЖ не транслирует антизападную риторику, по крайней мере, явно, антизападной риторики в передачах, да, в эфирах не присутствует. но Телеканал ДОЖ пользуется, например, методом контрастов, дается информация о том, как на события в Беларуси реагирует Россия. Она реагирует активно, она пытается там каким-то образом влиять. И тут же дается информация о том, как реагирует Европа, и присутствует такая манипулятивная риторика, когда мы просто не можем избежать впечатления, что Европа не реагирует никак. Она очень аккуратна, она неактивна, она неэмоциональна. И вот у зрителя возникает ощущение, что яркой реакции, вообще позитивной реакции Европы на события в Беларуси нету. Вот из интересного в дожде, это в общем-то не только риторика дождя, это не только нарратив дождя, последних месяца два все российские СМИ, и государственные, и негосударственные, очень активно транслируют информацию о сроках проведения транзита власти, о сроках проведения конституционной реформы. То есть они называют, некоторые называют даже конкретные даты, месяца, но все сходятся на том, что это вот 2021 год, и это год, когда, который будет переломным, и после которого ситуация кардинально изменится. Понятно. Спасибо большое коллеги за то, что согласились поучаствовать, спасибо за то, что отвечали на вопросы. в в в в Продолжение следует...